виталий приветствую тебя традиционная для торгов встреча как и всегда обсуждаем рынки смотрим на фундамент новости если было что-то интересное конечно же приходится сделать на этот акцент потому что ну как не касаться как бы топиков которые действительно указывают серьезное влияние на происходящее на вот как например прошлая неделя это и заседание федрезерва и нонфармы все эти события были уже после нашего с тобой эфира поэтому сегодня как обещали можно вернуться к ним и крупными мазками сделать какие-то акцентные вещи на этот фундамент как он и что изменил на рынке и что принципе стоит долгосрочно ждать если что-то изменилось в том же самом индексе доллара как одном из основных локомотивов того что происходит на рынке виталий те как всегда большое спасибо что нашел время отдавать начнем сегодня с меня по традиции и демонстрации экрана так у меня как раз индекс доллара первый актив который открыт так ну что фрс ставка на прежнем уровне нас принципе это не грамм не удивило никого не удивило понятно что ставку какое-то время корректировать уже не будут были все-таки надежды на то что американский регулятор может прояснить картину касательно или обозначить дорожную карту того как ставка будет снижаться в предстоящем месяце но после тех заявлений которые мы услышали от паула устало очевидно что все-таки американский регулятор чуть-чуть испугался последних признаков усиление инфляции пока что этот статус-кво выжидательная позиция более уместно а в той политике которая проводится я с этим спорить не буду действительно есть признаки роста инфляционного давления можно зайти опять со темы событий в красном море ближневосточных рисков поговорить может быть это сейчас не так уж актуально учитывая что у нас был еще отчет non-farm payrolls в пятницу где уже самые что и на есть актуальные сведения и в этом отчете мы получили качество компонента еще на подтверждение потенциального роста инфляции в виде повышения заработных плат поэтому на данном этапе получается что у нас есть дополнительный признак роста индекса потребительских цен в сша потому что повышение потребительской активности безусловно будет разгонять и показатели инфляции и собственно сам пау еще в интервью канала себе с в эти выходные признал то что крайне низкий шанс на то чтобы ставка была снижена в марте но мы в принципе и без него это прекрасно знали есть инструмент в этого чту который указывает на то что вероятность снижение ставки в марте сейчас 15 небольшим процентом то есть по сути чем можно сказать что нулевая не пойдет такой вероятности регулятор на это важные решения в мае посмотрим возможно майское заседание будет первое когда что-то скорректирует динамики процентных ставок но до мая надо еще дожить у нас довольно таки продолжительный период времени еще и в этой связи я думаю что доллар который все-таки сейчас показал существенный прирост это восходящая динамика и отражает ожидания рынка того что фрс не будет менять политику и вот этот продолжительный период несколько месяцев может стать периодом последовательного роста доллара ухода к новым максимумом что принципе я ожидаю качестве ориентира по индексу доллара полагаю что мы можем добраться до отметки 105 пунктов весь фундамент который выходит сейчас из сша он только лишь способствует этому даже вчерашний отчет айсэм по активности а в сфере услуга по сути мы получили еще одно подтверждение роста данного сектора восстановление со 55 до 53 и 4 а в теории вообще можно сказать что если динамично растет сфера услуг и промышленности тоже может оказаться такой разгоняющий эффект на показатель инфляции также хочу отметить что упал качестве единственного условия при котором регулятор может раньше времени начать снижать процентную ставку обозначил слабость на рынке труда сейчас мы понимаем что этого нету рынок труда можно как угодно назвать но никак не слабо тоже поэтому я думаю что в ближайшие торговые сессии нужно конечно же чтобы появился какой-то фундаментальный драйвер к сожалению неделя практически пустая на какие-то значимые отчеты но покупатели смогут вытащить мы взяты индекс доллара выше отметки 100 4 5 так золото по золоту картина изменилась укрепление доллара разумеется не позволила золото прорваться существенно выше 2060 долларов за тройскую функцию сантимент быстро изменился после выхода данных по рынку труда сейчас мы видим еще и значительный рост доходности американских облигаций по моему 4 и 12 уже вот я смотрел сегодня утром секундочку так 414 уже по доходности трежерис и это будет показывать давление на золото и весь рынок драгоценных металлов по сантименту сейчас прямо радикальная смена настроений то есть момента нашего с тобой прошлого эфира мы видели условия для роста золота потому что динамика располагал опять же сохранению восходящего тренда сантимента предполагал что большинство находится в продажах сейчас большинство находится покупка 76 точнее один момент кстати за последние буквально пару часов настроение плюс минус изменились сейчас это баланс 50 на 50 поэтому я предлагаю все-таки фокусироваться на идее именно роста курса доллара и доходности американских облигаций на мой взгляд питали золото с большей долей вероятности протестирует 2000 долларов за тройскую функцию в ближайшие торговые сессии не же чем вернется к локальным максимумом так а где вот актива где стоит сделать большой акцент на сантимент это нефть сейчас сантимент указывает на то что 80 процентов трейдеров по золоту черному находится покупках это справедливо и для бренда и для WTI я в связи с этим предполагаю что нефть частности бренда протестирует 77 и закрепится ниже моя долгосрочная цель это снижение бренда ниже 75 долларов за баррель и помимо сантимента оказывает давление на рынок нефти будет еще тот же самый доллар также потенциальный рост запасов в нефти сша и все-таки все большее количество признаков куда более вялого экономического становления китая что сейчас очень справедливо на фоне кризиса на рынке недвижимости хотелось бы конечно же получить сейчас больше данных по активности производственного сектора китая проанализировать динамику роничных продаж актуальные сведения по ввп но эту статистику нам придется подождать еще пару недель поэтому сейчас работаем с ожиданиями они крайне пессимистичны для всего сектора нефтяного рынка ну заметь про геополитику пока не говорю потому что без каких-то дополнительных новостей ну и рынок уже столько раз все эти риски дисконсировал стоимость нефти что наверное на одном и том же расти либо падать уже ну просто нельзя это и слава тебе итак приветствую всех я немножко приболел поэтому буду краток сегодня еще ты сказал по поводу геополитики мы где-то на позапрошлом обзорили на позапозапрошлом обсуждали геополитику с тобой и нам комментариях писали зачем ее обсуждать и на что влияет на рынок скажем как бы таком формате поэтому так ну давайте пройдемся быстренько по поводу тех моментов которые я прошлый раз советовал и так как ты уже отметил у нас прошлой неделе была сильная на блок статистики это и фрс и рынок труда на пятницу как видим графики учитывают все они в принципе заложили новости какие бы новости не выходили они вышли такие как нам нужно так как графики показывали что индекс доллара будет расти это что касается индекса доллара напоминаю до нового года весь там условно последний там ноябрь декабрь я был медведем по индекс доллара мы шортили с тобой аналогично и снова года нарисовался был очень отличный паттерн модель на разворот индекса доллара вот здесь первое то есть первой половине января то есть я здесь советовал во всех своих обзорах покупать индекс доллара и в принципе во второй половине января аналогично то есть аналогичный паттер смотрите то есть импульс накопления импульс накопления да здесь чуть-чуть увеличился конечно нервы немножко пощекотали последний день в четверг особенно индекс доллара закрылся достаточно такой под минимум дня плюс тот же фунт доллар евро откупили хорошо я уже думаю ну все ломают картинку там даже выходил если не ошибаюсь четверг тоже какие-то данные или в среду тоже не в четверг по индексу доллара но все-таки нет там мне кажется icm какой-то выходил что-то такое было тоже не помню какие-то тоже данные выходили они в принципе вышли хорошие но он пошел в обратную сторону поэтому в принципе у нас январь закончился хорошо начало февраля тоже скажем пошла отработка вот этого накопления на текущий момент я уже как бы нахожусь вне рынка по индексу доллара то есть он отработал вот эти все паттерны и дальше будет ли продолжение оно возможно как ты отметил в район 105 я цель целился 104 25 вот этот уровень сопротивления и возможно 105 но я пока буду ждать так как у нас существует вариант разворота индекса доллара секущих плюс минус да поэтому я буду наблюдать у нас здесь если смотреть по фибоначи вот этот прошлое прошлое падение вот этот тренд коррекции она в принципе почти там под 60 процентов вот как раз евро почти 61 процент откорректировался поэтому возможный разворот пока нету подтверждение какой-то модели я буду ждать если если мои ожидания будут скажем оправданы и появится модель то я буду дальше работать на ослабление индекса доллара могу конечно ошибиться и мы улетим хорошенько наверх но для этого есть стоп лосс и поэтому я пока выжидаю да что касается евро доллара аналогично я в прошлый раз его шаркил говорил пока мы ниже 109 я за шорт и мы как раз сделали ту цель о которой я говорил 07 25 то есть это минимум декабря то есть вот мы его сделали давайте попробуем вот так и банна читать натянуть я конечно не торгую по фибоначи я его скажем выставил как ориентир чтобы понимать что у нас глобально происходит вот смотрим у нас получается вот мы откатили практически 61 процент то есть от прошлого тренда конечно здесь есть дальше зона 70 процентов где-то в районе 0.6 копейками возможно туда дойдем но я буду смотреть что здесь нарисуется какие будут паттерны рисоваться дальше буду принимать решение дальше фунт доллар аналогично фунт доллар за фунт доллар я говорил пока мы ниже 1.28 я за шорт целился с целью 1.26 1.25 26 мы сделали 25 ну там чуть-чуть не добили я считаю что мы отработали да дальше аналогично буду наблюдать как евро возможно сейчас идет коррекция мы дальше будем еще падать такой вариант он скорее всего и будет но я буду буду наблюдать дальше что касается золота в принципе я с тобой согласен тоже я за шорт ну золото такое тяжелое вот я его на прошлой неделе шортил оно меня повыносило немножко на потому что здесь такая волатильность хотя я видел что здесь не нужно заходить будет вы нас и поэтому пока золото ниже две две тысячи шестьдесят вот вот здесь уровень достаточно сильный мы возможно после какой-то коррекции небольшой там плюс-минус возможно она и не будет глубокой возможно уже закончилась то в принципе целью скакеты на две тысячи и возможно даже в район вот сюда где-то тысяча девятьсот семьдесят пять условно вот этот минимум декабря да мы можем сюда пойти то есть уже по факту будем смотреть обязательно ставить стоп-лоссы конечно золото очень волатильное я его пока сейчас не торгую так чтобы сказать по нефти я пока ничего не торгую дальше по рынку крипты возможно рисуются лонги вот я рассматривал биткоин эфир лонг ну так вчера дневки достаточно не очень закрылись поэтому очень аккуратно кто торгует криптовалюту я бы потихоньку покупал там биток или эфир ну я лучше за эфир обязательно стоп-лоссы ставить за вот эти прошлонедельные минимумы в районе 2230 условно вот сюда где-то потенциал очень хорошая на обновление максимумов если мы не с текущих пойдем пойдем условно альтернатива пойдет какое-то падение лучше зафиксировать стоп-лоссы потом уже перезайти на новом сигнале то есть вот биток аналогично то есть у нас ключевой уровень поддержки локальный это четыре сорок две тысячи двести то есть вот эта поддержка прошло недельный минимум где-то в районе четыре двести вот сюда если покупать стоп-лоссы если он срабатывает то лучше выйти потому что здесь могут провалиться хорошенько в район снова там тридцать восемь тридцать пять тысяч и потом только наверх потому что я раньше прошлого месяца шортил биток и эфир в принципе мы неплохо прокатились вниз я думал что уже все пошло глобальное падение но наверное еще будет одно обновление вот этих максимумов и только потом вниз вот как-то вот так виталий спасибо тебе за рекомендации ну что тогда следим еще раз к сожалению на этой неделе не будет таких громких фундаментальных событий но иногда можно как бы еще раз проанализировать то что было раньше может быть спокойно торги тоже нужны для разрядки трейдеров после серьезных движений ну а мы с тобой как и всегда будем держать на пульсе спасибо тебе виталий что подключился еще давай тогда смотреть за развитием событий и в следующий вторник как и всегда подведем итоги результаты посмотрим что на рынках изменится спасибо тебе и до скорых встреч пока удачи